По сути, дело было обыкновенное. Мы просто заехали в супермаркет. Но тут мы поняли, что в городе появилась новинка. А новинку нам представил первый вкус. Здравствуйте! Предлагаем вам нашу новинку творог деревенский, 0,9% жирности, который разработан по новой технологии нашего Магнитогорского молочного комбината. Благодаря тому, что в процессе приготовления творога не участвует человеческий фактор, Наш творог сохраняет все свои полезные свойства 14 дней. Очень удобная создана герметичная упаковочка для покупателей. Вот клейкая лента, которая удобна для покупателей. Разработано два вида творога 0,9%. Этот творог можно приобрести на наших торговых фирменных точках в первый вкус. Ждем вас, покупатели! Вот такая штучка-то произошла. И мы сразу поехали на городской молочный комбинат. Потому что попробовали и удивились, как можно было приготовить нежнейший, абсолютно домашний творог. Да еще в том состоянии, что просто ум отъешь. Так как же это сделано? Творог получается более вкусный, более-менее ручной. То есть полностью автоматизированный. Дело в том, что я понимаю, что люди покупают бабушкин творог, да? Но бабушкин творог, он через 2-3 дня, его уже есть невозможно, он уже слипшийся весь становится. Этот творог сколько можно есть? Ну, сейчас, на данный момент, мы пытаемся экспертными показателями, то есть экспертизой определить, сколько может храниться наш творог. На данный момент, то есть разработка была на 2 недели срока годности, но мы разрабатываем, то есть месяц срок годности. В принципе, наш творог может храниться месяц и даже больше. Просто надо людям объяснить, что надо брать именно ваш творог, а не бабушкин, потому что бабушкин не в том количестве он делается, понимаете? Она что-то сделала, где-то, может быть, ну, там бывает такое, и все. Еще раз говорю, человеческий фактор исключен, потому что линия полностью автоматизирована. Вот, если у бабушки дома, то есть она может быть больше подварила, меньше там отжала, то здесь все идет на автоматике, то есть варка творога, разрезка творога идет автоматизирована, плюс еще отжатие идет, то есть там тоже автоматика. Мы получаем только готовый продукт, только на выходе. То есть мы не видим продукта в процессе, в процессе мы его можем только видеть во время варки, а в процессе выработки уже мы его не видим, мы видим уже готовый продукт, то есть это вот пачка. А сейчас будет совсем сложнее. Да, нас спустили туда, где это делается. Мы и раньше тут были, и была и радость, и почет. Но городской молочный комбинат не стоит на месте, он постоянно совершенствуется. И вот новинка. Четыре танка, в которых варится творог. Причем надо понять результат. Здесь человеческий фактор только фасует готовый творог. И все. Техника, созданная нашими польскими друзьями, полностью убирает сыворотку. И вот результат. Обалденный творог. И вот то, что происходит за моей спиной, это творог. Причем творог вы видели, какой вкуснейший и безумнейший. Почему вы его не берете, я не понимаю. Дело в чем заключается. Магнитогорский молочный комбинат. Он готов вам всем предоставить. Но вы берете другие вещи. Поэтому, прежде чем брать творог в других местах, подумайте, как этот творог делается. Вот так он делается. И, конечно, мне бы хотелось всем сказать, что первый вкус – это традиционное натуральное молоко. Какое молоко делается для вашего творога? Молоко натуральное. То есть, мы получаем его от совхозов, колхозов, хозяйств. Проверяем его на качество. И точно так же, как заквашиваем, сквашиваем и получаем готовый творог. То есть, никаких дополнительных добавок, ничего нет. То есть, творог натуральный. Вообще-то, надо понимать, с чем вы работаете. Хочется, конечно, взять у бабушек, но вопрос – а сколько бабушек правильно готовят творог на полумиллионный мегаполис? Ну, сколько, а? Да не сколько. Зато правило – только качественное молоко сюда заливается. И вот результат. Да и вам бы надо было бы понять, что в ряду творожной продукции у кого самое главное качество. Так вот, самое главное качество у первого вкуса. Кстати, а хотели бы вы узнать, сколько молока присутствует в килограмме творога? А молока требуется для выработки вот этой одной пачки творога 3-4 литра. И потом уже никто ничего не может делать? То есть, все остальное делается без рук человека? Без рук человека. Руки только складывают готовые пачки. То есть, и даже все запечатывается без рук человека? Без общего. То есть, это все в автоматическом режиме. Хотелось бы мне вам объяснить, из чего делается творог-то другое. Но не буду. А то меламин, мел и типа соя. Так вот, в этой продукции ничего кроме молока не присутствует. И поэтому правило. Хочешь творог, бери первый вкус. А для фом неверующих вот результат. Мнение простых горожан. А для тех, кто может и хочет насытить металлургов, и не только, мысль. Не парьтесь по мелочам. Надо будет, мы выведем на чистую воду любого. Но проще работать правильно, проще правильно кормить горожан. И это, к слову, для ИП и ООО. Это обыкновенный диетический творог с нулевым процентом содержания. Попробую вот 9%. Мне он больше понравился. Ну, как впечатление? С 9% тоже больше понравился. Тоже больше понравилось, да? Вы все-таки взрослый человек, так же, как я. И вам этот обезжиренный-то и не нужно, по сути. Ну, так-то да. Каков аромат? Очень вкусный творог. Очень вкусный. Нежный, мягкий. Прелесть. Вот попробовав, какое ваше мнение? Ну, необычное такое вот. Как сказать? Ну, примерно, ощущение. Очень вкусное. Очень вкусное. Очень вкусное. Как творог-то? Вкусный. Вы берете этот творог? Вообще, да, беру. То есть, вы понимаете о том, что бабушки бабушками, а лучше первый вкус? Ну, мне нравится, поэтому первый вкус, как у фирмы. И я всегда беру первый вкус.